Возможности сдать нормы ГТО в 2022 году станет больше. Как сообщил мэр города Юрий Шилобаев, будет создан специальный центр, который объединит все площадки, на которых можно будет сдавать эти нормы, в том числе и открытые площадки. В данный момент нормы ГТО можно сдать в пяти центрах в Нижнем Новгороде. Один из них, ФОК «Северная звезда», посетил мэр Юрий Шилобаев. У вас какой режим работы, когда будет прийти и сдать норму? Каждый участник сдает испытания по графику тестирования центра, который предоставляется, вывешивается. Он присылает заявку. Ему, соответственно, устанавливается определенное время, когда он может прийти и сдать норму. В графике тестирования указывается дата, время. Он может выбрать именно то время и дату, когда ему удобно в течение календарного года. В основном в обязательных испытаниях это беговые дисциплины, силовые, наклон на гибкость, испытания. По выбору уже идет челночный бег, плавание, стрельба из пневматики, либо из электронного оружия. Есть туристический поход и много-много других. Там 11 ступеней от 6 лет и 70 лет и старше. В части сдачи норм ГТО надо сказать, что у нас пять центров в настоящее время существуют. Это наши ФОКи, Северная Звезда, Заречья, ФОК Приовский, это школа Радий, ФОК Юность и Олимп. Везде можно сдать ГТО, предварительно зарегистрировавшись. Видим, что пользуются популярностью у жителей Нижнего Новгорода, поэтому приняли решение создать отдельное учреждение, которое будет заниматься развитием системы, сдачей норм ГТО в Нижегородской области и содержанием, и установке соответствующих объектов спортивных, на которых можно сдавать нормы ГТО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова